Привет, друзья! Привет, дорогие мои! Это я, Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «АЛЯН». Такой сегодня вам любимый формат. Вы уже дали понять, что вам нравится такой формат. Живое общение с кал-агентствами, как очень редко их назвал один из наших подписчиков, авторов одного из роликов. Кал-агентства. Что там расшифровывать? Я сейчас включу приложение, заодно протестируем. Приложение сделали для приема звонков от них, когда люди пользуются переадресацией и сбрасывают входящие неприятные для них звонки. И мы, естественно, наш кал-центр их принимает. Сейчас я это дело включу. И мы с вами попробуем потестировать это все вместе. Друзья, вы, конечно же, всегда меня радуете своими комментариями, своими отзывами по поводу всего того, что вы слышите на нашем канале. Пока грузится система, пока мы подождем наших клиентов, наших главных героев, давайте с вами поговорим еще об одной важной вещи. Мы теперь принимаем офлайн. Офлайн. То есть, что такое офлайн? То есть, живой офис, живой офис, любой из вас может к нам приехать, записавшись предварительно, либо на сайте, либо в форме в группе ВКонтакте, либо просто позвонив нам по телефону, 8800, он на сайте есть. Чтобы вы не путали ситуацию, чтобы вы правильно понимали, записаться на сайте. Что это означает? Все очень просто. Вы пишете в любом поле, где только захотите. Сообщение для нас. Вам перезванивают и согласовывают время. То есть, я хочу записаться на живую встречу с юристом по такому-то вопросу. Вам перезвонят и, естественно, запишут. Вы потом, вам останется только приехать по адресу. Находимся мы в трех минутах от станции метро Бухарецкая, Бухарецкая, 24. В трех минутах пешком. Поэтому, пожалуйста, милости просим, со всеми юридическими вопросами, которые у вас возникают, приходите. Будем эти задачи решать вместе. Если, конечно, вы нам доверитесь. Так, ну что, ждем. В любом случае, я взял и телефон, в котором сим-карта лежит. Поэтому, если у нас, наши доблестные кал-агентства через приложение как-то, ну, может быть, оно глюканет или еще что-то в этом роде, не порадует, то мы совершенно спокойно возьмем сим-карту и поговорим с ними через сим-карту. Так, пошло приложение, вызов входящий. Алло. Алло, здравствуйте. А где Оксана Васильевна-то? Информацию передайте, вопрос ее не решает. Как ты начнешь отработать? Что ты так базаришь, а? Ты, слушай, возьми себя в руки, давай нормально разговаривать, а? Я так недавно, Оксана Васильевна не меняла. Ты кто такой? Готовьтесь, дают долги, возможно, сегодня будете рассчитываться. Нет, в чем вариант, вы слышали меня? Нет, ты не отлично. Готовьтесь, говорю. Почитаю, все доброе. Дичь, пошел вон. Браво, старт отличный. Слышали, да? Отлично. Очень хорошо. Ждем еще. Так. Так, пошел звоночек сюда. Алло. Здравствуйте, Светлана Викторовна. Слышу прощения. Звонок Азиатско-Тихоокеанского банка поступил. Светлана Викторовна, могу его слышать? Откуда звонок поступил? Азиатско-Тихоокеанский банк. А по какому вопросу вы звоните? Звоним по номеру Телеклона, которого, как лично, Светлана Викторовна Телезова. Вам знаком этот человек? Да, конечно, знаком. Конечно. А представьтесь вы, если вам не трудно, пожалуйста. Ольга Александровна, я знаю. Скажите, пожалуйста, сейчас есть ли я дам? Ваше имя Ольга Александровна, да? Ольга Александровна, вы меня слышите? Я вас слышу. Да, пожалуйста, произнесите свою фамилию. Для какой вам это цель? Я не знаю, с кем она разговаривает. Я звоню Светлане Викторовне. Я представлюсь. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Я юрист Светланы Викторовны. Хорошо. Теперь ваша фамилия. Будьте любезны. Вы, я так понимаю, приглашаете ее, отказываете сейчас в телезор? Понимаете, есть закон. На основании закона вы действуете. И естественно, вы обязаны по требованию человека представиться. Вы сейчас на официальной должности официальный звонок совершаете. Я звоню по телефону Светлана Викторовна. Совершенно отчетливо передала все полномочия нам. Фамилия ваша, будьте любезны. Произнесите свою фамилию или вы стесняетесь? Вы стесняетесь? Передайте, я не знаю, кем вы приходите. Я вам не могу сейчас... А что, вы стесняетесь своей фамилии или боитесь, что знакомую узнать, что вы в службе изыскания работаете? Я не знаю, кем вы являетесь. Еще раз повторяю, я юрист, официальный представитель. Мне делегировано полностью все общение. Почему вы такие все ущербные? Ну вы же звоните нашему клиенту. Это вы должны в первую очередь нам прислать документы, клиенту это мы должны прислать документы, подтверждающие ваше право взаимодействовать с ним. А не мы вам должны по вашему требованию. Нам от вас ничего не нужно. И нашему клиенту от вас ничего не нужно. Когда вы поймете, наконец, это... Как информацию вы можете передать? Я любую информацию могу передать, в отличие от вас. Полезную в том числе. Передайте, пожалуйста. Нет, а ту информацию, которую вы хотите, чтобы я передал, я передавать не буду. Она никуда перезванивать не намерена, не будет этого делать. Все претензии будьте любезны. Присылайте на бумаге. Я вас помню, но вы не понимаете, что звонки будут продолжаться до тех, кто пока байк. Они переговорят... Не надоело с вами разговаривать. Вы бестолковая женщина. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Алло. Да, вы кто? Вы можете помедленнее говорить? Микрофинанская компания, честное слово, за должность, по номеру договора 245-0635, до 4 ноября 2018 года, просрочек 173 дня. Пожалуйста, помедленнее, не ускоряйтесь, пожалуйста. Я не тороплюсь никуда. Половина слов ваших мне непонятно. Я перебиваюсь нарочно. Да, нарочно, чтобы вы медленнее разговаривали. Я не понимаю то, что вы говорите. Я медленнее разговариваю. Как вы говорите? Вы не воспринимаете информацию? Тогда включайте, я не знаю, аудиозапись. Вы много чего не знаете. Аудиозапись включена. Алексей, в случае неоплаты за должность в микрофинанская компания, честное слово, к вам планируется визит региональных представителей сбора шансов, обязательства подать рекомендацию криптуру. Да помедленнее, ничего не понятно. Вы что там, лишь бы оттороторить. Лишь бы оттороторить только и все. До свидания. Алексей, Алексей. До свидания. До свидания. Не слышно их. Сейчас-то я объяснял, друзья, они сбрасывают. Рингтон слышат и сбрасывают. Там идет голосовое сообщение, что дозвонилась организация в компанию АлиАн, ведущий юридический оператор на территории России. В этой связи они, естественно, сбрасывают. Потому что те, кто в жильем звонит, они наверняка сбрасывают. Те, кто на автомате, у кого звонари, там целый колл-центр, сами звонари этого не слышат. Они просто принимают по факту звонок. Вот так же, как я сейчас сижу за компьютером. Вот звонок идет, я его принимаю. У них другая система немножко. У них появляется команда. Ну, с ними только командами. И они обязаны набрать этот номер. И они не слышат, что там, как. А может, и игнорируют. Я не знаю, как это все у них 100% устроено. Но в большинстве случаев они, если слышат рингтон, они, конечно же, игнорируют разговор. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Мне нужно переговорить с одним человеком. Алексей Алексеевич. Это вы? Это робот. Я не расслышала, повторите. Ну, вы не можете расслышать, вы железная. Это вы? Правильно? А вы кто? Обязательно представлюсь, как только поймут, с кем я говорю. Да ладно, нет уж. Дорогуша, ты звонила, и будь любезно представиться. А? Ты ж позвонила. Слушай, ну а ты с чего взяла, что ты можешь условия ставить, а? С чего ты взяла, что ты можешь условия ставить? Ты звонишь. Обычный, человеческий, общепринятый этикет. Мне нужно понять, с кем я говорю. Все-таки тебе нужно к доктору срочно обратиться к доктору. Желательно к психиатру. Ей видеть или нужно. Не, ну просто обычная логика человеческая. Вы позвонили кому-то, представьте, здравствуйте, меня так-то зовут, могу я услышать то-то-то-то? Они думают, что они сидят в этих конторах небожителю просто. Да. Да, не слышно вас. Вот этого точно не слышал, рептона. Я не слышал. Здравствуйте. Я вас приветствую. Алло. Алло, Аксана Васильевна, кем вам приходит? Будьте любезны представиться. Меня Людмила Михайловна зовут. Аксана Васильевна, родственница ваша? Произнесите фамилию свою, пожалуйста. Я вам еще раз повторяю. Якова Людмила Михайловна. Аксана Васильевна, кем вам приходит? Родственница? Очень приятно, Людмила Михайловна. Она не родственник. Это наш клиент. К телефону ее пригласить вы можете или информацию передать? Мы ее юристы, вы можете всю необходимую информацию нам передать. Мы ее представляем. Если вы ее юристы, ее представляете, то вы должны прекрасно знать. Согласно федеральному закону о коллекторской деятельности, у вас должна быть доверенность. Какая статья эта регламентирует? Я вам... А первая, если вы внимательно читаете федеральный закон... Какая статья? Не, не, давайте продолжим. На эту тему поговорим с вами. Адвокат. Друзья, я, кстати, объясню. Действительно, в 230-м федеральном законе есть такой пункт. Кто может представлять интересы? Там написано, что адвокат. Но это в том случае, если человек полностью абстрагировался от дел, и его делами занимается отдельный, другой, конкретный человек, вот именно в статусе адвоката. После четырех месяцев просрочек. Но мы просто представляем интересы. Объясню сейчас попозже. Да? Алло. Продолжим. Мы ее интересы предоставляем, и не только ее, и любого нашего клиента. Как происходит взаимодействие с компанией АЛЯМ? Мы изучаем вопрос. Готовим претензионный материал. Готовим возражения к судебным решениям. Готовим апелляции. Готовим ходатайство. Даем ознакомиться с этими документами человеку. Он с ними знакомится, он их подписывает и отправляет напой по почте России с заказным письмом в суд, либо относит руками в суд. Никаких судебных разбирательств, таких вот, как они, думаю, должны быть, не происходит. Вот, типа, встать в суд идет, судья там и все. Конечно, такое возможно. Но, поверьте, в гражданских взаимоотношениях человека не обязательно должен представлять адвокат. Это раз. Но, во-вторых, даже если бы этим занимался только лишь адвокат, вы-то тут, кто она там, кредит экспресс финанс, с каким боком? Вы на каком основании? Они все, в первую очередь, пытаются вспомнить о законе в том смысле, что клиент что-то там нарушил или его представители. Самое главное, что они отказываются с нами общаться, а что они полностью по уши незаконно действуют, это их вне все волнует, не задумываются. Алло. Нет, давайте отсюда возьмем, зоночек ушел. Они об этом не задумываются. Зачем об этом? Вообще задумываться больно. Таким вот персонажам, как они, думать больно. Поэтому они этим как можно меньше занимаются в своей жизни. У них вообще голова для того, чтобы у нее есть. И все. Ну и еще звуки издавать, вот те, которые мы часто с вами слышим. Очень веселые, кстати говоря, звуки. Кого бы взять? Кого бы взять? Да давайте вот это возьмем. Ага, не пошло. Ну давайте вот этого. Случение оплаты долга. Основание статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе. ООО МКК Макро. Не может связаться с вами длительное время. Срочно свяжитесь с компанией для получения важной информации. Для соединения с сотрудником нажмите цифру 1. И оставайтесь на ней. Сейчас у меня будет жуткая эпилепсия. Кто возьмет трубку, не хотят трубку не брать. Подождем следующего звоночка. Нет, ну очень важно понимать, что мы с вами смотрим вот это вот все дело сейчас на ютюбе. Естественно, большинство из вас, друзья, не боится ни этих роботов, никого. Но сколько людей просто не отдают себе отчет, не отдают отчет своему поведению. Когда бегут, отдают последнее. Вот на основании этих звонков роботов, вот этих вот автоинформаторов. Со страшными голосами. Спроси вот этого вот бегуна, который бежит с последней копеечкой в банк. Что сейчас у него в голове? О чем он думает? Он вам не сформулирует ни одной здоровой мысли. Он сформулирует вам только лишь одно. Если резюмировать, я должник. Если еще более изощренно резюмировать, я жертва. Я жертва, я боюсь всего. Я не заслуживаю того счастья, которое заслуживают многие другие. Ну, скорее всего, именно так может быть, можно, как я уже сказал, резюмировать ход его мыслей. На самом деле там пустота в голове. Потому что, ну, действительно, мозг атрофирован сериалами, корсфордами, ток-шоу. 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 Вот ток-шоу мамни. Наверное, так можно сказать, да? Это все вот благодаря воздействию извне. Люди перестают соображать. Люди уподобляются зомби. И, естественно, основная идея, как вот зомби в фантастических фильмах скушать мозг. А у них вот таких вот людей, которые несут последнее. У них единственная мысль, единственная идея. Как бы найти себе проблемы. Как сделать так, чтобы было еще хуже. Вот такой зомби в отношении самого себя. Человек. Он выгрызает сам себе мозг. Такой универсальный зомби. Что поделать? Что оба каждого. В том числе коллекторы тоже самое. Те вообще вип-зомби, на мой взгляд. Те, кто работает в службах взыскания. Там мало того, что им мозг выедает уже все больше и больше людей. Так они еще сами, приходя на свою работу, подтверждают, что вот мой мозг на блюдечке с головой будет каемочкой к вашим услугам. Несчастные люди, конечно, эти все коллекторы. Но мне их почему-то не жалко. Вам жалко, друзья? Давайте в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас надо мной опросничек выходит. Ответьте, жалко вам коллекторов или нет? Хотя бы иногда. Алло. Не хотят. Не хотят, друзья. Меня очень часто спрашивают, можно ли услышать разговоры моих сотрудников. Те, кто к нам звонит, они уже, естественно, много раз слышали разговоры. Сами принимали участие в этих разговорах. Но с коллекторами у нас разговор очень простой. Вот примерно такое, как «Здравствуйте, мы юристы». Ну, вы видите, они как только слышат юристы, они максимум что-нибудь там булькнут и даже не дают слова вставить. Да, наши специалисты не пытаются с ними разговаривать, вступать в диалог, в дискуссии. Они просто говорят все претензии письменно, пожалуйста. Но это на самом деле легитимно, законно и очень правильно. А все остальное, это, как я уже много-много раз говорил, попытка психологического давления, наезда. То есть рассчитано на то, что человек не сможет анализировать что-то, испугается и начнет делать то, что необходимо манипулятору. Именно так была устроена вообще вся схема воздействия в тех самых 90-х, когда долги выбивались с помощью наездов. Вот ты меня понял, я тебя понял, ты меня напонял, не бери. Вот эта вся вот публика. И выживали в те времена, оставались, как говорится, на плаву те, кто включал в мозги. Это я вам со всей ответственностью говорю. Те, кто не поддавался страху. А что у нас с вами порождает страх? Правильно, некомпетентность, незнание. Многие действительно не понимают этого всего и продолжают жить по инерции, что очень обидно, конечно, за людей. Поэтому я, знаете, пускай меня ругают, пускай меня, ну сейчас напишут в комментарии что-то такое. Я вот не вижу у России будущего. Вот с таким народом я не вижу будущего. Объясню почему. Часто люди спрашивают, вот вам легко говорить, вы в Санкт-Петербурге, кто-то в Москве живет, в крупных городах. А попробуйте найти работу в каком-нибудь там маленьком городе. Друзья мои, я много раз говорил, вопрос ли не. Вот и все. Если вы не нужны в том статусе, в котором вы сейчас находитесь никому, то значит нужно совершенствоваться. Нужно что-то новое изучать. Нужно пытаться поменять образ мышления, образ жизни, образ мировосприятия для того, чтобы стать нужным обществу. Если вы, не знаю, какой-нибудь там специалист высокого класса, там, у вас есть образование, но вы никому не нужны со своими знаниями. Дело не в тех, кому вы не нужны. Дело не в политике нашего государства. Дело не в каком-то еще отдельно взятом работодателе, который вас не может или не хочет взять по тем либо иным причинам. Дело в первую очередь в вас, в вашей лени, в вашей ограниченности, в зоне комфорта. Вот я про зону комфорта очень часто говорил, очень много посвятил этому времени и целый цикл роликов записал на своем втором канале просто мысли. Посмотрите, пожалуйста, в описании ролика есть ссылочка на этот канал, поэтому не стесняйтесь, гляньте, это очень будет интересно многим. Там я совершенно в другом ампулау выступаю, то есть не как руководитель организации юридической, а как простой человек. И там мало, очень мало уделено времени как раз таки юридическим вопросам. Там больше ситуация как таковая моя по отношению к жизни выкладывается. И канал-то называется просто мысли, все сказано, что называется в одном только названии. Поэтому я, конечно, за то, чтобы вы писали комментарии на том канале, да и на этом тоже. Но имейте в виду, если вы не согласны с тем либо иным мнением моим, то это не значит, что я буду изо всех сил доказывать. Я имею свое мнение. Вполне возможно, оно может измениться под давлением каких-то жизненных ситуаций. И я такой человек, я гибкий человек, я могу менять свое мнение, если мне докажут неправильность моего мнения. Но голословные какие-то оскорбления, ну это, конечно, смешно, зачем это делать? Если у вас свое убеждение, оно не совпадает с моим, в первую очередь, мне плевать на ваше убеждение. Если вам не плевать, ну, господи, ну, кормите меня своей энергией. Я давно-давно уже перестал поддаваться на негативные всплески. В случае лишения оплаты долгов перед ООО ПРОКОК Р pandemic 699 649 66 75. Даже время не хочу на них тратить. Алло? вас не слышно здрасьте совершенно верно да да мы же вам представился спасибо что и вы представились я вас слушаю управление по работе проблемной задолженности на сегодняшний день у вас имеется задолжение по кредитам договора 2600 28700 рублей по кредиту на 122 тысяч рублей вы должны оплатить 6600 рублей 32 дня от вас оплата не поступает по договору на 80 тысяч 4100 рублей даже 43 дня от вас оплата не поступает по кредиту на 55 тысяч 835 рублей 3000 рублей по договору на 55 тысяч 835 рублей от сентября восемнадцатого года также три тысячи рублей 36 дней не оплачиваете договор на 40 тысяч 2600 рублей по кредитной карте 25 дня от вас оплата не поступает 3500 1 рубль 1800 рублей 41 дня от вас не поступает по договору на 33 3600 рублей 3800 рублей 39 дней не оплачиваете подоград на 67 тысяч 1700 рублей 22 дня от вас оплата не поступает по кредиту на 33 тысячи 501 рубль 1700 рублей 46 дней нарушаете свой договор 3600 рублей 3600 рублей 3600 рублей 3600 рублей 3600 рублей должны оплатить 22 дня от вас оплата не поступает договор на 34 тысяч 618 рублей от седьмого октября 18 года также тысячи рублей должны оплатить и кредит на 33 тысячи 501 рубль 900 рублей 29 дней от вас оплата не поступает поэтому банк согласно 307 статьи части 1 гражданского кодекса требует от вас исполнения обязательств установленные сроки оплата будет сегодня и реализация 29 мая Олег Васильевич сколько сколько кредитных договоров 12 договоров у вас Олег Васильевич это похоже на какую-то прям диверсию в отношении меня да закредитованность дикой дикой закредитованность да 28 тысяч это же вот если ежемесячно столько оплачивать чтобы нормально существовать это я должен как минимум 1150 получает да наверное мы должны давать кредиты а вы поверили на слово да что вы на слово поверили что я могу оплачивать 28 тысяч а как ваше имя отчество напомните Александр Васильевич по голосу вроде вменяемый человек сами-то как думаете отлично сами-то как думаете вопрос остался открытым я не сказал что вы оплачивали спросил как вы сами-то думаете за вас почему я за вас не за меня у меня мысли свои есть вот именно конкретно вы находясь на этой работе наверняка предполагаете же вы же не чурка деревянной чтобы просто сидеть и слова повторять по написанному да я не прошу вас за меня я знаю что я буду делать я знаю что я буду делать вам придется оплачивать большую сумму с испорченной репутацией в банке репутация моя давно давно испорчена и не только в вашем банке так мне что отказ фиксировать Олег Васильевич сами-то как думаете ну что я поторопился наверное сказав что вы меняемый человек все-таки нам что-то чурка это попахивает как еще я его не пытаюсь решать эти вопросы у вас есть вы я вам хоть один вопрос вот я вам один единственный вопрос задал и вы на него не ответили вы мне тут уже гору вопросов и утверждайте что мои какие-то вопросы мне нужно решать это у вас вопросы решайте я спросил нет я спросил вас как вы думаете буду я их возвращать или нет не хотите не отвечайте я уже понял что вы не ответите почему я должен решать да не отвечайте я не говорю что вы за меня решение принимали вы сами себя слышите да я не прошу вас я просто мнение ваше спросил что за деревянная эта логика Олег Васильевич я не знаю вам вопрос задают будете возвращать деньги или нет ооо трудный какой да иди ты в жопу блин надоел ты мне понял так понятно Олег Васильевич Олег Васильевич ну по пути в то самое место куда я тебя отправил не ну как можно с таким разговаривать вот корректно он тупой сидит вот тупой мой да Глаша 382 статьи гражданского конца переступки права отрижения давай ну что еще ну будут такие же обмороки звонить и че ну до свидания если уже не обморок с коллекторской агенцией Олег Васильевич Олег Васильевич Олег Васильевич вполне возможно выясни сначала с кем ты разговариваешь когда в банк звонишь тот же сбер чтобы получить какую-то информацию то есть опять шкур снимут и кодовое слово и данные паспорта и прописку и все пока не убедятся что это ты а когда по кредитам взыскивают почему-то таких механизмов не применяют верифицировать не могут что стоит действительно выдавать человеку возможность верифицироваться с помощью кодового слова чтобы не нарываться во-первых на нежелательных людей на третьих лиц ну не любят они с юристами работать ну я вот подсказываю ну давайте людям кодовое слово пускай человек кодовое слово произносит а знаете почему не дают? потому что совершенно беспардонно делятся этой информацией с кем угодно и если звонит коллектор и называет кодовое слово то это уже статья это уже наказание от него уже нельзя отбрехаться если они сольют кодовое слово какому-то третьему лицу то все у них уже скажем так крыть нечем а сами они взыскать по большей степени не хотят как правило вот они с помощью вот таких вот олухов это все делают ну что поделаешь это их выбор как я уже много-много раз говорил и они сами должны в общем-то терпеть то что получают кстати говоря вот Сбербанк да кто-то говорит как со Сбербанком разговаривать да полной с ВТБ и со Сбербанком и с другими такими вот ну как многие говорят серьезными банками да ничего там серьезнее чем в том же хом-кредите Тинькове и Сбербанк ничем они не отличаются манерами там такие же деревяшки сидят вот как вот этот вот со строгим голосом он работать пришел ему сказали нельзя надо быть стрессоустойчивым он этим гордиться со страшной силой что он стрессоустойчивый его посылают куда подальше он удар держит решить проблему задолженности перед ООН кредит 8 800 143 50 да не страшно вообще не страшно и не знаю кому еще может быть страшно мне кажется уже таких людей то не осталось на белом свете кому страшны вот эти роботы я уже много раз демонстрировал на собственном опыте как это все легко делается вот вы думаете вот этот вот наш клиент которого 12 договоров только со Сбером будет им что-то платить да они в суд никогда не подадут потому что понятно уже больше года если Сбер не подает в суд больше года то скорее всего уже не подаст я сейчас конечно под рукой не имею карточку этого клиента чтобы посмотреть как давно он с нами вполне вероятно что достаточно давно потому что Сбер в формате вот досудебки понимает с кем работать а с кем на кого забить мы лучше другой возьмем звонок да смотрите одни роботы одни роботы звонят то есть у них то там даже наверное со сотрудниками это не очень хорошо кстати говоря последнее время очень часто в контексте в контекстной рекламе попадаются предложения от первого коллекторского от кредитных короче от коллекторов очень много идет сейчас рекламы о трудоустройстве причем у них там такой список вакансий я тут давал поручения своим помощникам по вакансиям прозвонить то есть идет список дикий список каких-то вакансий там и программист и юрист им требуется и там какой-то специалист выездной группы региональный специалист и так же написано но и специалист по взысканию задолженности телефонные переговоры и вот мы просто ради интереса вы тоже кстати можете попробовать взять сайт любой коллекторской конторы зайти на вакансии и посмотреть такие вакансии типа крутые попробовать на них попробовать ну прозвонить и спросить нужны ли или нет вам либо скажут что уже вакансия закрыта либо предложат прийти на собеседование но если вы наберетесь наглости придете на собеседование вам предложат сначала поработать в службе взыскания на телефоне дело в том что у них на самом деле никаких подобных вакансий не открыто а делается это для как говорят для пущей важности для пущей важности чтобы продемонстрировать что кроме просто курятника вот этого у них еще что то там есть на самом деле если там технический специалист то он наверняка на аутсортинге там нужно много знаний держать в штате специалиста который будет следить там за работоспособностью колл-центра а уж тем более как мы уже давным-давно с вами выяснили никаких групп выездного взыскания у них там не существует может быть чисто в формате личной инициативы какой-нибудь коллектор может принять решение съездить на адрес к должнику иван разговор записывается где тут фамилия отчество имя в этом месте смотрите пока что вы не на просрочке мы с вами как бы просто разговариваем напоминаем на данный момент кто мы не на просрочке Татьяна Владимировна могу услышать? вот знаете с чего надо было начать вам представиться прежде необходимо было потом вы точните с кем вы разговариваете хорошо с кем я разговариваю уточните пожалуйста нет сначала давайте по пунктам вам нужно представиться вы официальный звонок совершаете и разговаривать в официальном формате с каким-то Иваном я не намерен хорошо я опережу вас в корректности меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич я представитель того человека кого вы хотите услышать в трубке ну все понятно что и требовалось доказать Иван разговор записывается съехал чтобы его дети так называли папа разговор записывается лучше чтобы у него этих детей не было чтобы генетическая вот эта вот составляющая не передалась куда-нибудь надо скорее чтобы вот эта вот масть переродилась вот эта вот коллекторская масть жертв масть потенциальных должников тогда Россию нашу прекрасную страну красивую я думаю настигнет то самое счастливое будущее а пока что мне кажется сложное поколение 3 должно наверное переродиться чтобы это искоренить мы же гордимся тем что русский многострадальный народ нам это втемяшиваются страшной силой нет ничего страшнее вот этой идеи что мы многострадальный народ нужно гордиться собой не за то что ты умеешь страдать и не там за то что ты умеешь побеждать это конечно гордость естественно бесспорно надо гордиться и этим но в приоритеты нужно ставить то что ты свободный человек и никто не может на тебя покуситься покуситься лучшее сражение это то сражение которого получилось избежать поэтому человек должен быть первую очередь умной но если хотите мудрый тогда будет все хорошо не будет долгов не будет никаких вот этих вот ваня разговор записывается олег Васильевич здравствуйте привет а кто это микрофинансовая компания займ родился с каней женоги валю на микрофинансковой записывается 40 дней у вас уже просрочены задолженности по займу назовите дату оплаты по 2 по к кому займу микрофинансовая компания через интернет которая все верно почему взяли что меня там есть долг чего взяли что у меня там долг я скажу что нет в таком случае обратитесь в полицию компания со своей стороны также обратится в полицию ищите этого кого-то он пускай вам отдает в течение трех дней вам необходимо обратиться в полицию предоставить талон уведомлений это кто такие сроки и вообще только регламент выпустил ваши фантазии больные там да у меня вопросы какие-то есть кому-то я ни на кого не обижаюсь мне никто ничего не украл что вы взяли у вас есть подтверждающие документы потому что потому что ваши паспортные данные ваш номер телефона мало людей вам выкашают денежные средства и у вас имеются обязательства какие и зачем закреплены обязательства за Олегом Васильевичем чем, каким документом закреплены обязательства то есть на основании 808 статьи гражданского кодекса РФ составлен письменный договор? в составе договор с этой электронной подписи 63 федеральный закон был подписан данный договор 63 федеральный закон об электронно-цифровой подписи и подписи простой цифровой так вот чтобы получить простую цифровую подпись или электронную идентификационную подпись С получением этой подписи конкретно в руки, мне нужно было пройти как минимум процедуру, занимающую три дня. Поехать в специальную организацию и все это сделать. Потом получить эту подпись. Олег Матильевич, если вы не оформляли займ, обратитесь в полицию по факту мошенничества. Меня кто обманул? Какое мошенничество в отношении меня произошло? Объясните мне. На ваше имя оформлен займ в компании займ. Кто этот займ дал? Если вы не обращались в нашу компанию... Кто этот займ дал? Кто на деньги влип? Кто попал на деньги? Я или этот займер? Мне зачем тут буду я что-то выяснять? Вы, Олег Васильевич... Каким это образом я туда попал? На деньги? У вас имеются обязательства... Да это ваши слова. И что вы с ними будете делать сегодня? Если вы не обращаетесь непостоятельно в полицию, будет вводлено заявление со стороны компании. Давайте, о том и речь, давайте, подавайте заявление со стороны компании, где будет... Хорошо, в течение трех полна. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спорим, ничего не будет? Не, ну вот она сидит, она прям реально думает, что она права. Вот слышали по интонациям? Она прям реально думает, что она права. Она решила, что действительно человек вот сидит, сидит, вдруг какой-нибудь обморок ему позвонил, заявил, что он ему должен, и человек должен бежать заявление в полицию писать. Друзья, я хочу, чтобы вы сейчас правильно поняли мою мысль. И я не пытаюсь ни в коем случае стать на сторону бездействия полиции в большинстве случаев. Нет, ну просто логически, если подойти к ситуации, то любой инспектор, любой сотрудник спросит, а какие против вас действия сейчас ведутся? Что вам мешает жить? Какие ваши права ущемляются? Если вы задумаетесь, вы не найдетесь, что ответить-то. Ну что, ну звонит кто-то там, ну звонят хулиганы. Так надо подавать заявление, в первую очередь, на тех, кто звонит и пытаются вам навязать какой-то долг. Вот все время включайте мозги, друзья. Потому что по-другому невозможно существовать в реалиях нашей страны, нашей великой державы. В том субъекте права, которое мы ошибочно называем государством. Друзья, я думаю, что на сегодня нам хватит разговоров с нашими доблестными, непоколебимыми и непобедимыми, в кавычках, взыскателями. Я надеюсь, я удовлетворил ваш аппетит, ваше желание посмеяться, задуматься. Самое главное, что хочу сказать напоследок. Как всегда, напомню, существует живой прием в нашем офисе на Бухарестской, 24. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, живете здесь, приехали в гости, и вам нужна помощь высококвалифицированных специалистов, то компания Алям к вашим услугам. Если вы хотите лично побывать у нас в гостях, поговорить с одним из грамотных специалистов нашей компании, записывайтесь на прием. В группе ВКонтакте есть специальная кнопка «Записаться на прием». Также на сайте можете написать обычное сообщение, вам перезвонят и согласуют время. Ну и, естественно, само собой, вы можете сами позвонить, 8800, бесплатный телефон для всех. Если дозвонитесь, то, скажу честно, значит, вам повезло, потому что линия перегружена. Если вам нужна юридическая защита дистанционно, мы работаем по всей России, где бы вы ни находились, то тоже, пожалуйста, оставляйте заявочку у нас на сайте, в любом случае с вами созвонятся, и все расскажут подробно. Вы сможете дистанционно встать под юридическую защиту и не только защищаться с нашей помощью от беспредела банковской системы, но в том числе и по любым гражданским взаимоотношениям, которые только можно придумать в наше время. У нас достаточно большой штат, и мы можем смело заявить, что практически по всем пунктам мы найдем с вами точки соприкосновения и поможем вам, если вам нужна действительно помощь. Напомню про наш канал «Просто мысли». Пожалуйста, канал «Просто мысли», ссылка в описании ролика есть. Это тот канал, где я рассказываю о себе, о настоящем, о своих мыслях, о своих взглядах на жизнь, в общем и конкретно на какие-то отдельные ситуации. Может быть, вам будет интересно узнать, как я, простой человек с обычной рабочей семьи, в принципе, получил кое-какие результаты в своей жизни и живу даже в нашей стране достаточно комфортно, не нарушая закона. Хотя очень сложно себя позиционировать нарушителем, либо не нарушителем закона в нашей стране. Сегодня ты можешь быть послушным, законопослушным гражданином, а завтра наши доблестные представители власти выпустят какой-нибудь новый закон, и ты окажешься вне этого закона, соответственно, будешь себя чувствовать некомфортно, то есть как преступник. Но это реальности нашей страны. Об этом я много говорю на том канале, ну и как я с этим всем справляюсь. На этом, я думаю, можно заканчивать. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алян» всего вам доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!